В конец озверели. Врачи бьют тревогу. Все чаще пчелы стали нападать на людей, а после укусов все чаще начинается отек к венке. Смертельно опасная аллергическая реакция на яд насекомых. Так в Канаше мужчину ужалила пчела, когда он был за рулем. Тут же у водителя начала опухать носоглотка. Лишь невероятным усилием воли он смог остановить автомобиль и не попал в аварию. Врачам скорой помощи пришлось проводить реанимацию пострадавшего. Екатерина Шиверова поговорила с теми, кто условно о домашненных насекомых считает ласковыми и добрыми. И спросила, что так разозлило в этом году их питомцев. Марина Михайлова первый день как из больницы. На улицу не выходит боится. Неделю назад ее ужалила пчела. С кем не бывает. С Мариной такого никогда еще не было. Поэтому с нами только через компьютер. Ее тело. Ноги опухли, руки опухли, лицо, глаза закрылись, уши. Все, 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 все. Тело горело было. Очень так неприятно вспоминать даже. Вот сегодня меня выписали. Это получается с четверга по вторник. Пять дней. Диагноз поставили врачи скорой помощи. Отек квинки. При том, что аллергии на укусы у Марины никогда не было. Ее муж держит пасеку уже три десятка лет. Врачи предупредили пациентку. Антигистаминные препараты у нее теперь всегда должны быть под рукой. Любые укусы насекомого, они всегда чреваты. Это все-таки яд, чужеродный яд, скажем, тот, которому организм не привык. Поэтому все-таки рекомендую обратиться к докторам. И в тот же день, когда у вас выучился укус насекомого, они через три, четыре, пять, семь дней. Это уже отсрочное осложнение, связанное уже с инфицированием раны. Пострадавшие признают, что пчелы нападают не просто так. И мы же их потревожили. Мы ули переставляли с места на место. Хоть это и заняло буквально минуту, но мы их потревожили. Помимо защиты территории заставить пчел броситься в бой могут запахи, сладкие духи под сигнал к атаке, как и громкие звуки и резкие движения. Если насекомое запуталось в волосах, не стоит пытаться его прихлопнуть. Люди автоматически ударяют другой ладони, другой руке на сидящую пчелу и как бы ее раздавливают. Вот когда происходит раздавливание тела пчелы, то вот этот желоносный аппарат разламывается и оттуда вытекает яд пчелиный. А когда человек ударяет ладонь, естественно, он от этого удара раздавливает не только тело пчелы, но и весь желоносный аппарат. В этом году пчелы нападают на людей чаще, чем в прошлые сезоны. Специалисты говорят, что это миф. Только вот объяснить, почему последствия укусов стали объективно более тяжелыми, пока никто не может. Татьяна Молокова, Екатерина Шеверова, Андрей Шоклев. Республика.